В ночь на 12 октября был нанесён удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки в оккупированной Луганской области. Сначала о пожаре сообщили в соцсетях местные жители, позднее атаку подтвердили в генштабе ВСУ. Сообщение отмечается, что на складе хранились нефть и нефтепродукты, которые в том числе поставлялись для нужд российской армии. В ночь на 7 октября беспилотники атаковали нефтяной терминал в порту Феодосии во время на оккупированном Крыму. Там возник пожар, на ликвидацию которого понадобилось шесть дней. Удар по терминалу также подтвердили в генштабе ВСУ, отметив, что комплекс обеспечивает наибольший объём перевалки нефтепродуктов в Крыму, и в том числе через него идёт снабжение российских войск. Всего пожар затронул 12 резервуаров, 8 из которых были уничтожены. Также сильно пострадала инфраструктура хранилища. Это стало одним из важнейших элементов стратегии по уничтожению топливной логистики россиян, считают эксперты. Украинские удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всём театре боевых действий в Украине, если украинские силы будут иметь материальные средства, возможности и разрешения на проведение такой кампании масштабных ударов по материально-техническим и вспомогательным объектам в России. А повторные удары по складам боеприпасов в России могут вынудить российское военное командование принять решение реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения в тыловых районах России из аналитического отчёта Института изучения войны. Уже 9 октября генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию об успешном ударе по базе хранения БПЛА «Шахет» вблизи населённого пункта Октябрьский в Краснодарском крае. Той же ночью 9 октября украинские силы обороны поразили 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в Брянской области. Там российские оккупанты хранили боеприпасы, в частности, те, что России передала КНДР, а также управляемые авиабомбы. На этом основании мы можем повторить, что Россия всё больше зависит от помощи Северной Кореи в продолжении своих боевых операций. Одним из факторов здесь, как упоминалось на предыдущих брифингах, является продолжающийся успех Украины в атаках на российские склады боеприпасов с использованием беспилотников. Анц Кивиселг, глава Центра разведки сил обороны Эстонии, на брифинге. По мнению руководителя эстонской разведки, уничтожение Украины российских складов с боеприпасами в ближайшие недели может дать ощутимые для фронта результаты. Поскольку в силах РФ может начаться нехватка боеприпасов. А чтобы Украина не сбавляла темпы ударов по военным объектам, Нидерланды заявили об инвестировании 400 миллионов евро в совместную разработку передовых беспилотников. «Мы сосредоточимся на разных типах беспилотников – как на разведывательных, так и на оборонительных, а также на атакующих, поскольку мы видим, что Украине нужны эти наступательные беспилотники, также для поражения военных объектов». Интенсивность удара ВСУ по территории РФ в последнее время только увеличивается. По мнению экспертов, это значительно расширяет возможности украинской армии и укрепляет её обороноспособность.